Госавтоинспекторы проверили водителей автобусов, ремни безопасности, аптечки, наличие документации. Любое упущение может привести к серьезным последствиям. Как известно, дорога ошибок не прощает. Тему продолжит моя коллега Наталья Худеева. Несколько нажатий кнопки и тахограф тут же выдает необходимую информацию. В первую очередь сотрудники госавтоинспекции проверяют наличие документации. А уже потом аптечку, исправность ремней безопасности и в целом безопасность технического средства. В этот раз нарушений немного, но все же они есть. Встречается нарушение режима труда и отдыха. Это по тахографу. Чаще водители по невнимательности забывают просто карту вставить. Это такое, как самое частое. Допустим, на сегодняшний момент, вот сегодня такое. Различные бывают. То есть техничесправности тоже часто бывают. Чаще всего, конечно, техничесправности это бывает на таких автобусах, как вахтовый автобус. То есть там Урал или КамАЗ. Потому что они ездят на зимнике. Водители пытаются всяческим образом их доработать. Встанет дополнительный свет и прочее, прочее. Что, конечно, что запрещено законодательством Российской Федерации. Чаще всего в свое оправдание водители ссылаются на плотный график. Мол, руки не дошли. Но закон един для всех. Особенно, когда речь заходит о безопасности дорожного движения. Впрочем, игнорировать требования ГИБДД водителям автобусов и их работодателям невыгодны. Регулярные штрафы бьют по карманам и репутации компании. Легче устранить недочеты. Если это имеется в виду нарушение режима труда и отдыха, то на водителя штраф от 1000 до 3 за техническую неисправность автобуса – это 500 рублей. На водителях, осуществляющих перевозку людей, лежит большая ответственность. Поэтому прежде чем приступить к работе, им необходимо пройти медика и механика. Таковы требования. Во многом это их дисциплинирует. По крайней мере, аварий с участием пассажирского транспорта в разы меньше. Наталья Худеева, Артур Цюлюк, служба новостей «Импульс».